Вопросы есть по поводу домашнего задания? Нет. У учеников шестого класса урок английского языка. С начала недели дети перешли на онлайн-обучение. Ребята признаются, такая форма уроков для них по-прежнему непривычна. Конечно, обучение вживую мне нравится больше, но удобнее, продуктивнее. Но в сложившейся ситуации дистанционное обучение является вынужденной мерой для нас. Но даже педагоги стараются для нас сделать этот процесс удобнее. С ними можно в любое время связаться, они всегда на связи. И педагоги, и дети, и даже мы как-то уже более подготовлены к этому процессу. И все идет уже более налаженно. Всегда, как сказала Софья, что есть связь с педагогами, они очень стараются этот процесс делать более комфортным. Педагоги свою работу перестроили оперативно. Помог предыдущий весенний опыт онлайн-уроков. Наши учащиеся исправно готовятся к занятиям. И опять же, весна показала плюсы-минусы. И мы уже научились. У нас есть очень хорошие платформы, которые нам помогают в работе. Мы всех их зарегистрировали в лицейской системе дистанционного обучения. И все общение происходит только в ней. Если у детей что-то не получается, они обращаются на прямую ученическую поддержку, и мы им помогаем. В соответствии с постановлением губернатора Дмитрия Азарова, дистанционное обучение для 6-11 классов организовано до 15 ноября. Ученики с 1 по 5 класс продолжают учиться в школе. Такое решение принято с учетом мнения родительской общественности, которая весной отмечала, что детям в начальных классах очень трудно самоорганизоваться. Что касается студентов, перевести их на дистанционное обучение может руководство ВУЗа. Оно вправе закрыть на карантин группу в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. При превышении 20-процентного порога заболеваемости ОРВИ в группе. Или по предписанию Роспотребнадзора. По вопросам организации обучения с применением дистанционных технологий, родители могут обратиться в Министерство образования и науки Самарской области по телефону 333-5001. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.